Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 июня. Сегодня я пришла сделать подкормку для своих перцев. Но пока не саму подкормку, а только намешать. Подкармливать буду или сегодня вечером, или завтра рано утром. И хочу вам рассказать, потому что про сладкий перец многие интересуются. Перец считается более капризным, чем томат. Он более теплолюбивый. И в этом году у нас создалась сложная ситуация, когда было очень-очень долго, продолжительно холодно. И перцы попали в неприятность такую, что им нужно было уже высаживаться, а у нас было холодно. Конечно, рассада перестояла, передержалась. И вот я показывала, как я с плодами вместе высаживаю. Плоды она не сбросила, ничего. Вот их видно, там плодики стоят. Но все равно по внешнему виду мне эта рассада не очень нравится. Потому что в прошлом году высаженная раньше, в это время она более буйная была такая растительность. И вот как я уже говорила, мы определяем по внешнему виду, какая подкормка нужна нашей рассаде. И вот заходя последние дни в теплицу, я все-таки решила, что сделаю поддерживающую подкормку для, как бы, стимулирующую, для роста. Когда в прошлом году в июне я снимала видео, чем подкормить сладкий перец, кто смотрел его, тот помнит, что у меня в тот раз в подкормке была только зола. Я показывала, что растения хорошие, зеленые, у них такие кустики богатые. И я буду подкармливать золой. Но в этом году я также буду добавлять, ну делать подкормку золой, но буду добавлять дрожжи. Это вот такая традиционная, часто используемая подкормка для того, чтобы, ну как дать толчок вот этим перцам. Для тех перцев, которые или изначально ослабленные, высаженные у нас, вот как у меня рассада была, она была сначала хорошая, если бы я ее высадила вовремя, она была бы хорошая. Но она, так как была сильно передержанная, она уже пошла у меня в разряд ослабленной. Вы видите, что вот здесь вот, вот банановый десерт, например, уже стручки висят, а листиков-то не очень много, листиков мало. И вот сам этот куст, он, нельзя его назвать богатым, пышущим здоровьем. Короче, внешний вид кустов меня не устраивает. Вот такая подкормка подойдет в том случае, или когда она была ослабленная, высажена изначально, в таком, ну в плачевном состоянии, в неудовлетворительном. Уж не совсем в плачевном, конечно. Или когда после высадки она остановилась в росте. Вот бывает, многие пишут, вот высадили, но не растет и не растет, стоит в одной паре. Вот эта стимулирующая подкормка, возможно, даст толчок вашим растениям. Как я уже говорю, что в прошлом году я делала только золу. Но нынче будет еще добавлено дрожжи. И это уже считается комплексная подкормка, потому что тут и калий, и все микроэлементы. Дрожжи для роста. Я сейчас скажу вам самый-самый простой рецепт. Ну такой, очень часто используемый. Если просто вы хотите делать, например, дрожжи, дрожжевую, то берем пачку дрожжей. Я в прошлом году снимала, как дрожжевую брашку. Берем пачку дрожжей на 10 литров воды. Добавляем 5 столовых ложек сахара. Вот у меня здесь 5 столовых ложек сахара. И это ведро ставим в теплое место. Но тут есть свои нюансы, что можно подождать 3 часа. Просто когда забродит, и некоторые сразу поливают. Но лучше некоторые выдерживают сутки или двое суток, чтобы уж полностью она там перебродила, они будут там работать. Еще одна мелочь, которую нужно учитывать. Если вы в 10 литровое ведро нальете весь этот состав, она будет пениться, и она половина выльется. Поэтому я вот когда намешаю сейчас, вот здесь вот размешаю, потом добавлю, перелью в 10 литровое ведро. Все это выдержу сколько нужно. И разделю на 2 емкости в 2 10 литровых ведра по 5 литров. Тогда можно будет поставить в теплое место, она будет пениться, но она у вас не убежит. А то она может убежать. И потом вот это, с этого 10 литрового ведра, весь этот раствор, я разбавляю 1 литр вот этого состава на 10 литровое ведро воды. И поливать как обычно. Ну я пол-литровую баночку на каждое растение, там 200, 300, 500 грамм. Это уже не важно, вы поливаете как полив, как будто вы обыкновенный полив поливаете. И видите у меня, я вчера специально пролила весь перец очень-очень-очень. Подкормки делать только по влажному грунту. И обязательно, чтобы на листья не попадало. Ну как, вот это такая натуральная корневая подкормка, что рьем только вот сюда под корень. Все, никакие листья мы не опрыскиваем. Вот такой состав дрожжевой подкормки, он подходит не только ослабленным перцам, можно применить и на огурцах, можно применить и на томатах. Ну и мы сейчас говорим о перце. Это если чисто дрожжевая. Если мы добавляем золу, это уже считается комплексной. Значит в это же ведро я прям в самом начале добавляю золу. И как в прошлом году я говорила, кто-то спрашивает, как лучше золу-настой или золу-раствор водный вот сразу. Я делаю, никакой разницы не вижу, еще раз повторю, и делаю как придется. Если бы я не делала с дрожжами, я бы просто растворила эту золу в воде. Это был зольный раствор, полила бы сразу. Так как я сутки буду держать, завтра буду поливать, сутки буду держать с дрожжами, ну значит это будет у меня зольный настой. Вообще вот эта комплексная подкормка, очень-очень многие вот такие опытные огородники ей пользуются, зола и дрожжи. Я понимаю, что золы вот таких прессованных дрожжей не у всех бывает, их же надо где-то специально покупать. Можно заменить просто сухими. Вот сухие есть рецепт. Одна пачка, например, просто берете саф-момент, обыкновенные вот эти дрожжи, 2 столовых ложки сахара, одну пачку саф-момента на 3 литра воды, сутки настаиваете и потом эту банку разделяете на 2 10-литровых ведра, то есть на 10 литров, полтора литра вот этого вот раствора дрожжевого. И также поливаете по пол-литра на растение. Вариантов очень много. Если вы захотите сделать подкормку одним из компонентов, которые будут дрожжи, вы найдете очень много там различных вариантов, кто как. Главное, что вы должны знать, что при дрожжевой подкормке мы тоже соблюдаем все правила подкормок. То есть по сухому грунту не поливаем, стараемся на листья не поливать, это тоже им не понравится. Вот я сейчас разведу одну прессованную 100-граммовую пачку дрожжей. Туда же добавлю вот этот вот 5 столовых ложек сахара, 100 грамм золы, это полный 200-миллиметровый стаканчик, поставлю в теплое место. Вот поставлю просто в огороде, там у меня есть такое место, где не на солнце пеки, там солнце не будет доставать, но там жарко. У нас сейчас 30 градусов жары, и любое место, хоть под яблоню поставлю, хоть вот около предбанника, будет теплое место. И сегодня вечером или завтра утром они будут бродить, все, у меня будет готова вот эта комплексная подкормка для стимуляции роста и для удобрения перцев. Это будет комплекс именно, и получат они микро-макроэлементы, и будет толчок для роста, и я надеюсь, что кустики у меня немного будут попышнее. Это можно использовать всем, у кого рассада перца или изначально ослабленная, или после высадки остановилась в росте. Или еще ситуация, если у вас уже есть перчины, сейчас покажу, если у вас есть уже здоровые перчины на кустиках, но кустики не очень большие, вот видите, как увешан этот куст перцами, вот вообще он весь в перцах. Это тот, который я высаживала с перцами и гадала, сбросят или не сбросят. Ничего он не сбросил, но сам-то куст такой крошечный, и видно, что для него это слишком большая нагрузка, ему нужно как-то помочь. Вот это будет моя подкормка вот таким моим перчиком. Все, до свидания. Кому нужна помощь перцам, делайте, пожалуйста. Эта подкормка натуральная, органическая, никакого вреда она не принесет.